Эта пара на юго-западе Англии занимается пошивом дождевиков, но теперь их одежду с новыми таможенными, административными пошлинами и НДС стало дороже экспортировать клиентам в Евросоюзе. Компания столкнулась с бюрократическими последствиями Брексита. Мы до сих пор не очень понимаем. Бессонные ночи, переработки, заполночь. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на продукции, мы занимаемся административной работой. Шьется их одежда на фабриках в Евросоюзе, но Брексит заставляет их менять бизнес-стратегию. Нам пришлось все переосмыслить. К сожалению, нам придется сократить сотрудничество с британскими предприятиями. Наша одежда производится в Европе. Теперь мы будем закупать такие элементы, как пуговицы и застежки молнии, также в Европе, а не здесь. Это полная противоположность тому, что предвещали пропагандисты Брексита. Это не поддержит британский бизнес. В 30 километрах к западу эта пивоварня – пример того, как другой сектор страдает от выхода Великобритании из ЕС. Теперь этот настоящий «Эль» невыгодно переправлять через Ла-Манш, что означает для пивоваров фактическую блокаду для их продукции в Евросоюзе. «Риск для нас заключается в том, что мы должны отказаться от продаж в Европу и искать рынки за ее пределами. Что не так просто, как сообщает правительство». Реальность для предприятий экспортеров в этой стране заключается в том, что они не могут доставить продукцию из пункта А в пункт Б. Это сыр чеддер. Обычно его доставляют на рынки Франции, Нидерландов, Италии, Германии, но сегодня он застрял в Великобритании. Производство традиционного сыра чеддер сделало молочного фермера из Сомерсета сыроваром. Том Калвер раньше с гордостью экспортировал свой товар на лучшие европейские рынки, но в настоящее время единственный рынок сбыта – британский. «Бюрократия и волокиты теперь для всех стоят дороже, будь то время, энергия или монетизация. И причина стара, как мир – это незнание. Теперь стало труднее планировать, и это тоже имеет свои издержки». Для Тома и тысяч других ближайшее будущее туманно. Правительство заявляет, что будет продолжать работать в тесном контакте с бизнесом в целях обеспечить ему возможность эффективно торговать по новым правилам.